Продолжение следует... Заполняющим декларацию в бумажном виде деньги начнут выплачивать лишь после 20 апреля. Срок подачи декларации остается прежним 1 апреля. А вот некоторые правила, связанные с учетом расходов, изменились. В этом году можно из своих доходов вычесть расходы в общей сумме до 1920 евро. И это ограничение касается таких расходов, как проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования. Также изменения коснулись расходов, если лицо делает взносы в пенсионный фонд третьей ступени. Эти расходы можно будет сделать в сумме до 6000 евро. Стоит обратить внимание на то, что супруги, один из которых не работает, могут заполнить совместную декларацию. И тогда есть шанс получить дополнительные возвращаемые деньги. Согласно прогнозам, в этом году поступит 645 тысяч налоговых деклараций. В прошлом году их было почти на 2000 больше. В связи с тем, что растет количество эстоноземельцев, работающих за рубежом, департамент напоминает, что заполнять декларации должны все, кто считает себя жителем. Или на языке финансовой отчетности – резидентом Эстонии. Если наглоплательщики являются резидентом Эстонии, то они в любом случае должны декларировать доход, полученный ли в Эстонии или за рубежом. То есть любой доход по миру подлежит декларированию. Тут все зависит от нюансов. То есть тут надо смотреть конкретную ситуацию клиентов. Но в любом случае, если клиент живет в Эстонии и резидентом, то он обязан предоставлять свою декларацию и декларировать свои доходы, полученные как за рубежом, так и в Эстонии. Находящиеся и работающие за пределами страны жителей Эстонии в случае возникновения вопросов могут обратиться в департамент по скайпу, написать электронное письмо или позвонить. И сделать это в том числе и на русском языке, дабы быть уверенными, что не нарушили налоговое законодательство ни страны нынешнего пребывания, ни Эстонии, где они числятся резидентами. Вся информация касательно правил заполнения декларации подробно изложена на страничке департамента. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова